добрый день с моей кухни сегодня стряпала не стала снимать процесс все это кропотливо долго монтировать нет возможности все на смартфон поэтому результат покажу и расскажу с чего делала воскресенье вербное скоро вот я ему и посвятила свою степню ну вот можно посмотреть вот такие вот весенние печенюшки овсяные состав мука овсяная мука пшеничная по одной части сахара стакан масло сливочного 200 граммов разрыхлитель лимон ложка сметаны 30 процентовой и все замешала раскатала сделала форму шоколада растаяла сделала веточки она веточки сделала такие вот весенние почечки как можно сказать что как в японии сакура можно вербу представить вот такие получились вот у меня такая формочка есть вот и сделал вот такие вот еще звездочки состав тот же самый только корицы добавила корицы с сахаром сверху раз посыпала и выдавила звездочки а в середину положила порезала мармелад и мармеладки в середочку давила тоже такие прикольные звездочки получились веселые можете сделать девочки очень быстро за 20 минут я все раскатала выпекаются они буквально у меня сильная духовка 10 минут они тоненькие вот такие вот эти чуть потолще а эти чуть потоньше и тонюсенькие и овсяные вроде бы ну и заодно замесила утром на хлеб вот такой беленький хлебушек мягкий в руках ожидается вот такой мягкий хлебушек полубелый но в основном белый мало положила я и я основном положила пшеничной муки с отрубями пшеничная мука с отрубями такая продается вот но вроде и полезно и хорошо наш возраст вот темный уже хлеб надоел ну еще немножко осталось вот думаю да сделаю светленького вот сделала светленько вот сегодня занималась такими делами очень быстро и хорошо так что девочки кто хочет пожалуйста может быть спросите рецепт подробный могу написать потом внизу кому интересно вдруг вообще никому это не интересно вот вот занималась я днем утром замесила хлеб хлеб подошел думаю а что в духовка будет зря давай-ка я еще и овсяных печеньюшек настряпаю и тут уже сколько сегодня у нас четверг пятница суббота и воскресенье вербное вот как раз наверное воскресенье такие вот печенюшки у меня вот девчонки конечно мой возраст уже все умеют стряпать уже знают как стряпать а кто помоложе девочки пожалуйста могу дать подробный рецепт еще внизу написать очень быстро очень быстро корица всегда хороша когда овсяное печенье печешь вот почему то вот такое сочетание корица с овсяным с овсяной мукой как то вот хорошо идет запах такой вообще хороший вот ну стараюсь сахара поменьше чтоб не горели печенья вот вся сдоба яйца ну как всегда я забываю что яйцо яйцо два штуки да вот два штуки яйца ложка сметаны стакан с сахаром стакан два стакана пшеничной два стакана овсяной вот ну все это вот венчиком взбиваю масло растопила 200 граммов масло в конце уже добавляю когда замесила вот это все тесто и добавляю масло тогда в масле хорошо вымешивать все раскатала формочка есть формочкой выдавила все ну и думаю дай украшу веточками как-то интереснее вроде будет ну и вот и хлеб пекла и стряпушки пекла вот так вот вот такие вот такая стряпуха бабушка кому хочется стряпать тот и стряпает это же наверное идет как-то врожденное что ли если я знаю вот не стряпала мама у девочки и девочка не любит стряпать страшно не любит у нас бабушка стряпала очень такая была стряпуха из ничего это же в те годы это бабушка моя не мама в те годы военные послевоенные она с ничего прям у нее всегда гости всегда она всех собирала приглашала она строгая по натуре была такая строгая она не была там хи 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 ха ха там по лавочкам этого не было вот вспоминают вот соседи кто жили они его даже побаивались но приветливая гостеприимная всегда накормит она никого не отпустит не угостив чаем или там что есть вот это у нее вот я не знаю мама у нас время занята была на работе на работе такая была у нее вот и она стряпала но не так вот знаете как вот бабушки изо дня в день там бублики блины стряпала коржики стряпала вареники пельмени это но от случая в случаю как время выдастся свободное все таки нас двое хозяйство было и магазин до одиннадцати вечера полмесяца вот полмесяца она когда с семи до одиннадцати работала то только больше стоял на печке который шапкой поднимался мы его не трогали мы бегали с кусками хлеба с сахаром с маслом кто нам будет его наливать вот она всегда ругалась ну надо же столько мяса все и холодильников нет все выливалось животным ну зачастую я не говорю прям вот каждый ну вот помню как она ругалась что мы вот куски таскаем а некому на некому нас за стол посадить а вот полмесяца она уже свободная и она уже это стряпала да и булочки помню гоголь-моголь делала сверху мазала блины она хорошие прям такие помню она делала такой омлет вот мне такое не получается такой пышный в духовку поставить духовка печка топилась дровами и прям он такой пышный пышный такой прям толстый омлет как бисквит вот такой был омлет не подозреваю что муки наверно маленько подсыпала я то не подсыпаю ну можно попробовать вот но всегда она тоже вот у нее тоже было что она постряпать детей накормить это мама конечно социальная социальная небесная я ее часто вспоминаю только хорошая вот хорошо нам повезло мама у нас была самостоятельная пробивная работящая мы все около нее она с нами и в карты играла и рассказы рассказывала и сама она много читала и у нас много книг было и вот вот это вот она была продвинутая вот сейчас словами сказать продвинутая она была она не зациклилась вот раньше вот по старинке я подросла и она мне все все в моду вот как то вот там доставали то это не так что там пошел и выбрал а бланк подсветал и вот почему то она приносила всегда вот такие вот если несет так уж вещь вот помню она мне пальто купила с норкой я 10 класс закончила она мне купила пальто черное с большой норкой крест на крест так норка большая коричневая я так рада была правда чуть-чуть оно маловато было но я не могла его с себя снять вот такое красивое драк такой хороший такая норка большая красивая как сейчас помню от норки пахло почему то туалетным мылом как я знаю туалетным мылом может чем то другим но ассоциация с туалетным мылом вот и вот я приехала учиться не у кого в технику семьдесят первый год не было пальто такое как у меня не было все были с простыми воротничками это небольшой городок маленький поэтому там не было таких штук вот и мама не с больших денег все это в кредит я помню пальто это стоило сто девяносто шесть рублей видите вот началась печенье и вот как-то маму как вспомнили у меня опять мысли пошли 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 как детство вот скучаю по юности по детству у меня хорошая детство я стараюсь детям своим детям тоже как-то вот помочь чтобы чем чем возможно конечно нет таких ну и мама тоже с последних но вот высылала она мне те когда я училась больше всех чем у всех девчонок с кем никого я знала я помню девчонки так бедствовали хлеб хлеб с водой под конец не растратят свои стипендии там стипендии 20 рублей по-моему было у меня стипендия была и вот она мне по 70 рублей высылала в те времена это ее зарплата минус подоходный там это ее она полностью свою зарплату высылала мне и я и тогда у нас были КБО это пошивочные мастерские комбинат бытового обслуживания кто не знает я оттуда не вылазила то я себе костюмчик сошью то я себе булочку сошью я когда придет проверять кто кто сидит кто лежит в комнате и проверяю еще у нас общежитие заметки делали кто есть а кого нет интересно так мне так это было дико и как то где Ольга нету нету вот я все после учебы то на примерку раньше примерки эти примеряешь примеряешь и черти что еще сошьют еще не всегда и носилась вспомнишь прямо вообще ткань была всякая я помню потом японская ткань появилась такая тоненькая с одной стороны ярко-ярко а с другой стороны как бледно вот я себе и бабочками я себе такой глаз кушила вот если найду она даже где-то вот еще валяется вот мама вспомнила и опять поехала ну воскресеньем всех с наступающим вербным а там не за горами и Пасха будем Пасхи печь даст Бог все будет нормально может покажу не будем загадывать такое дело я вот на днях так кашляла так болела что даже уколы кололи боялась что совсем расклеюсь вот пять дней уколы делали внутривенно горячие но прошла я добросовестно и вот хоть кашель это так что тут заказ заказывать наши годы такое дело скажешь ну приготовилась все к Пасхе закупила и посыпки разные окрашивать яйцо все и в чем встряпать ну в общем все сделала посмотрим будет время или нет спасибо вам всем кто меня смотрит ой никто не смотрит наверное я смотрю совсем подписчиков нет никто не говорит ничего никакие не комментарии ничего ну и ладно может кто-нибудь да все равно посмотрит хоть мои подписчики хоть их немножко но все таки по телефону время отрывать у человека изливать свою душу неудобно а здесь если у человека есть время она может посмотрит может она моя односельчанка моя однокурсница а может просто человек я вот чужие смотрю мне интересно ну все таки моих годов женщины я смотрю как они живут как я живу сижу время есть другой раз смотрю спасибо вам за внимание спасибо что меня смотрите на старушку бабушка пока пока я с Дальнего Востока пока ну и ладно всего хорошего чтобы все были здоровы всех было все хорошо чтобы мы друг друга смотрели и радуемся чтобы мы друг друга смотрели